Приветствую, друзья! Вот в НЛП, например, есть такое хорошее понятие и механизм, который называется пристройка. Каждый из нас индивидуален, и в зависимости от того, мироощущения и какие анализаторные системы у нас первичны, заводящие, в зависимости от этого можно пристроиться к текущему состоянию человека тем или иным способом. Либо на уровне звуковых воздействий, либо зрительные у него будут ассоциации, либо тактильные ассоциации и так далее, и так далее. Это очень хорошее направление, пристройка. Но вот я хочу сказать, почему, к примеру, есть медитация, все о ней говорят, а медитация является путь к нирване, к этой безмятежности, которая уже тысячи лет существует, но не стала же это элементом общей культуры. Я хочу объяснить, почему. Потому что вот эту пристройку, которая есть в НЛП, это более современная, да? А у нас в синхрогимнастике еще более современная, потому что синхрогимнастика уже становится элементом общей культуры. Она входит в физкультуру уже для 10-11 классов. А начиналось это немножко раньше еще, еще в предыдущем учебнике. Так вот, я вам хочу сказать, в чем дело. И книги, которые я читал и изучал специально для нашего разговора сейчасного, Тихо, Диспензе, потом, значит, Сильвы, Шульца, ну, много-много-много разных методов существует. Почему они не стали элементами общей культуры? Потому что они, во-первых, там вот начинают пользоваться квантовое поле и так далее. Раньше называли это месмеризмом или флюидом месмера, или животный магнетизм, или называли это эфиром, или называли это биополем, скоро будут называть еще чем-то. В общем, когда не знаешь, что и как происходит, начинают, как говорил Ленин, когда человек путается на дорогах земных, ищет дорог небесных. Так вот, вопрос в чем? Это просто отсутствие здравого смысла в некоторых моментах, когда человек не может понять, почему что происходит. Во-первых, очень много людей очень легко погружаются в состояние транса. Очень много, ну, по моим, так сказать, я всю жизнь гипнозом занимался, экспериментальным клиническим научным исследованием, как окном во внутренний мир человека. У меня очень большой процент, ну, где-то 78. За счет чего? Не за счет того, что я их обращал к каким-то неведомым путям, а потому как просто я делал для них раскрепощающие действия. Снимал нервномышечные зажимы, и это сразу увеличивало процент гипнабельности. И у меня учились гипнотизеры, которые в мире сейчас прославлены, и делают свою работу на очень больших группах, которые раньше не могли этим заниматься. Ну да, я их, в конечном счете, выгнал от себя, потому что я это им показывал не для того, чтобы они людей гипнотизировали и с них деньги брали. Просто им объяснял механизмы. Ну, они люди такие, ну что делать? Имена не буду называть, вы сами встретитесь с этим, поймите, откуда берутся вот там вот наши приемы. Так вот, что я хочу сказать. Метод Сильвы, метод Диспенза, много разных методов, там нет вот этой пристройки. Слава Богу, в АНЛПе это есть. А синхрогимнастика это вообще механизм пристройки. Это механизм подбора действий синхронных к текущему состоянию в моменте, где любой человек делает раскрепощающие действия, там шалтай-болтай, там плавательные движения, или движения лыжника, или движения какие-то любые берет из любой физкультуры, танцевальные или еще какие-то любые движения. Поэтому критерия, важный критерий, которого раньше в мире не было, ни в какой-то дисциплине, ни в йоге, нигде там были, гуру были, но этого критерия не было. Это критерий, подбирая действия, которые тебе максимально просто, комфортно, и которые хочется продолжать. По этому критерию, если ты перебираешь из миллиона возможных вариантов движений, или мысленных, или мысленных каких-то действий на ментальном уровне, то ты приходишь к состоянию беспятежности, к нуля, вот это состояние, о котором говорил Будда, к нервованию. Так вот почему психрогимнастика является методом адаптации к любому виду деятельности. Ну, это, собственно говоря, разминка перед делом любым. Потому что человек, например, в изобретательстве очень важно. Вот мы с мастером Трес-Виссарионом делаем сейчас цикл встречи. Вы смотрите прошлую нашу встречу, пожалуйста. Есть понятие у Альшулера, у автора школы Трис, о том, что есть психологическая инерция. То есть человек находится в каком-то состоянии, и для того, чтобы он стал заниматься другим чем-то, там переключился, ему надо выйти из той доминанта. Ну, доминанта, это я уже говорю. Ну, доминанта, она психофизиологическая, а не психологическая. И поэтому у нас в синхрогимнастике там подключаются ещё, если человек очень сильно загружен, например, сосредоточен в какой-то деятельности, задействован, ему трудно переключаться, он в туннельном состоянии там находится. Вот чтобы он переключился из одного в другое, по существу мы обучаем человека переключаться. Через то, что мы ему даём сначала освоить нулевое состояние. Вот это нулевое состояние, это и есть нирвана. Это не сделал ни Ситхагура, это не сделал ни Диспенза, это не сделал ни Сильва, это не сделал ни Шульц, это не сделал никто. Потому что в то время были другие шаблоны мышления. Для этого надо было, чтобы мы сегодня над этим думали, анализировали этих гигантов, что они создали для человечества. Я им очень благодарен. Ну и поэтому, по существу, следующая встреча будет у меня и с Виссарионом Сибиряковым. Спасибо ему, что он с нами, как мастер Трис. И с Аленом, моим сыном, я буду говорить об этом. Потому что у нас будет вебинар в четверг в 20 часов. Я его хочу попросить, чтобы он нам раскрепощение сначала показал, быстренько, чтобы мы раскрепостились, а потом уже занимались темой вебинара. Нашей детской игрой, чтобы быстрее её вспомнили. Каждый. А это вообще потрясающе. И вот это соединение раскрепощающих действий синхрогимнастики с детской игрой, которую каждый человек в детстве делал. А мы теперь её восстанавливаем в его памяти. Помогаем по определённому алгоритму, чтобы человек вспомнил, что он любил в детстве играть. И когда он это моделирует. Да, как моделирует выход в космос. Ну, такой восторг. Прямо на глазах люди меняются. Это потрясающе. Поэтому мне бы поговорить на эту тему с Анохиным, например. Ну, это выдающийся у нас специалист. Надо до него достучаться. Я попрошу товарищей, чтобы с ним связали. И договориться с сыном Бехтеревой, который директор Института мозга. Потому что у них нету этого. Они этого не знают. Мы могли бы сделать сотрудничество научное. Да. Ну, кто-то говорит, а я так медитацией занимаюсь. Он же не берёт вообще весь потенциал возможности из этой медитации. Это первое. Во-вторых, если у него сильный стресс, он не может это сделать. И он даже не может сына своего научить это делать. Он говорит, ну ты расслабься, успокойся. А тот не может. У него тревога, паника и так далее. Почему раньше не могли это сделать? Потому что так как я, они не занимались с убедением людей из острого стресса во время терактов и подготовкой людей к войне, например, или в космос. Я же создавал модель невесомости состояния. Это преодоление перегрузки у космонавтов в земных условиях. Поэтому я и там, и там работал. И поэтому у меня это всё, как говорится, пазлы сошлись. Время пришло. Время пришло. До встречи, друзья. Поэтому, если делать разминку с массажем точек перед любым делом, равно как и перед йоговскими упражнениями или перед медитацией, так она у вас сразу лучше пойдёт. Особенно, если вы ещё и это сделаете. Но мы там это будем делать на вебинаре. Так, встречи.